всем привет дорогие друзья другие подруги здрасте официально вам заявляю how do you do сегодняшним хорошим настроением хочу поделиться также и с вами сегодня не бритьё но история бритвенная как-то ко мне обратился один из подписчиков в смысле моих подписчиков вк с вопросом вадим а вот как это вот вадим викторович а как то но отвечал как обычно и вроде как общались там нормально я всегда с удовольствием отвечаю если у человека вопрос такой которого нет на канале а те же которые у человек просто не может видео посмотреть или вот у найму google попользовать но я стараюсь ворачивать поскорее разговор я не люблю свои видео по 35 100 500 раз рассказывать это уже люди пускай делают а тут не тут разговоров завязался живой такой там вот такими вот вопросами на естественно общались а тут в один из диалогов дмитрий меня и ставит перед фактом один виктор и чья купил чё купил как купил вот-вот сами читаете горит на этот коммент можно не отвечать я ответил и ответил потом на некоторое время дмитрий пропал каково же было мое удивление когда вы к приходит ссылка я перехожу по ней на youtube и вижу то что вижу это был видео ответ дмитрия я такого никогда не видел раньше я был удивлен поражен я даже голос свой поначалу то него но ну может и вы не узнаете я говорю об этом видео вот посмотрите а вот я определенно точно знаю то что никто никто не решится на это из вас ух не запорол ли я бритва до конца охренеть о господи дмитрий и вы на этот титан повелись блин ну на их век наверно не переведутся люди кто будет титан на доллар брать с одной стороны понятно выглядит серьезно и вроде как сделано прилично а цена смешная вот люди и ведутся то что вы приняли за заточку это не за . вы поймете когда начнете бриться не могут китайцы делать сразу заточенные гриза дать практически никто не делает и все равно нужно точить потому что то что они точат у себя на заводе но это трудно за . а вы рассчитываете что за полторы тысячи китайцы будет заточен не дмитрий не ну попробуйте попробовать вам нужно видимо самому через это пройти чтобы понять что вы сделали но другой стороны своя шишка то она роднее попробуйте потом напишите что получилось интересно послушать и до правят на ремне уже заточенную бритву а это до заточки но очень далеко совершенно и и перетачивать но в любом случае попробуйте мало ли друг вам подойдет посмотрим чем закончится очень интересно видео сделано при моральной поддержке вадима викторовича иванова ну и естественно канала облак шейминг отзыв на китайской опасную бритву титан чтобы здрасте вадим викторович это видео специально для вас я решил не отвечать стандартными методами а сделать полноценный ролик по этому поводу и я бы хотел начать с небольшой предыстории как и вообще к этому пришел до этого я всегда брился маг 3 бритвой и чувства какие-то были странные то есть раньше лезвия которые были вместе с бритвой вот я покупал эту бритву три раза и новые лезвия мне казались нормальными когда она приходила в негодность я покупал в магазине сменные кассеты мне всегда казалось что они тупые и нужно было всегда бриться только после душа если после душа не побрился то скорее всего ты больше не побреешься до следующего приема так сказать а еще почему-то с детства я меня тянуло к этим всем бритвам у родителей есть маленькая тэшчика какая-то безымянная наверно советских времен я всегда подходил пробовал ей пошкарепсти что-то у меня ничего не получалось я чут там тянул все волосы и но мне казалось что я что-то делаю не так в итоге в один из дней я решил вообще попробовать опасную именно бритву как 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 какие-то бреются вообще насмотревшись видосов в ю тубе подумал почему бы и нет тем более мне всегда привлекали вот такие вещи как одеколон втертый в шею моим отцом вот это вот взбивание мыла по мазке это было прикольно хотелось это освоить и забегая наперед скажу что пока я ждал эту бритву я уже давно приспособился к т-образным станкам но вернемся к опасной бритве как я вообще начинал посмотрел в ю тубе куча роликов из разряда бритвы для начинающих и просто охренел от цен со своей стороны могу порекомендовать следующие модели опасных бритв это дово прямо silver steel дово диамант и долго и я подумал что слишком наверно я не уверен в этом своем хобби и решил все-таки рискнуть заказать с али кайка вот эту опасную бритву когда-то на алиэкспрессе я увидел вот вот эту бритву и мне показалось что почему бы мне не попробовать за 200 рублей за 200 рублей шутку опасная бритва я ее заказал и мне пришло вот это по форме даже клинка он не похож на бритву просто например если сравнить допустим с тем же самым титаном с тем же самым титаном вот эту подделку то это это просто брелок и когда пришел мне этот титан его распаковал ну в глаза бросилась просто дерьмовая отделка ну какие-то вот заклепки торчат все какое-то кутылые ну думаю ладно полторы тысячи рублей все-таки не 12 не 15 открыл бритву и в принципе в принципе вот так на пальчик мне она показалась достаточно острый и ну и мне понравилась форма клинка достаточно реально тонко сведена я подумал что в любом случае с этим уже можно что-то будет сделать в общем-то долго не доходили руки до этой бритвы то мне нужно было уезжать на мероприятие я не рисковал побрился обычной бритвой значит и образный потом я приехал попытался отрастить немного бороды ну чтобы хоть в кадре было что-то видно потому что у меня там детский пушок и особо не было бы эффектно а вот я почти неделю на дней 5 растила себе бородку чтобы показать ее видосе и наконец-то этот день настал в комплекте была какая-то коричневая паста вот по консистенции прям точно шоколад может ответить шикала по консистенции прям точно шоколад она тает в руках и достаточно мягкая паста и ремень я подумал что китайцы видимо предположил что этого будет достаточно и решил на первый раз воспользоваться именно вот этим китайским набором то есть бритвой титан пастой и вот этой стропой которая похожа на то что сделано просто из джинсы джинсовых штанов я вышел на балкон повесил стропу одну сторону стропы я намылил вот этой пастой коричневой китайской которая была в комплекте и елозил этой бритвой по стороне с пастой а не знаю сколько этом движение сделал может быть 60 80 ну все-таки для себя делал и потом еще движение 40 я протер бритву естественно потом еще движение 40 я сделал на чистой стороне вот этой стропы и пошел бриться у меня есть в закромах мыло арка которая хорошо скользит и мне бы хотелось как можно более безболезненно провести этот процесс ну естественно так к слову говоря помазок уилкинсон я его покупала не в наборе а просто так там рублей что-то за 600 взбил пену и решил побрить только половину лица только половину лица потому что у меня появилась в ходе этого дела еще одна мысль в голове и они расскажу чуть-чуть попозже а когда только начал бриться щека восприняла эту бритву нормально ну то есть я ничего не почувствовал особо никакого подтягивания за волос но и никакого сбривания практически не было то есть там волос немного укоротился на щеке но все равно остались достаточно длинные пеники но когда я уже перебрался к усам и подбородку я испытал ощущение ровно те если попытаться побриться обычным кухонным ножом что-то там сдирает срезает но сильно тянет под носом это вообще болезненные ощущения добрались до усов усы бреет но болезненное место болезненное место я бы не сказал что больно но тянет тянет поэтому я решил там без всяких добривок просто прекратить этот процесс и пойти приступить ко второй части своего извращенского плана а вот я определенно точно знаю то что никто никто не решится на это из вас потому что некоторые слишком так сказать консервативной и у них есть традиционные методы решения всех этих вопросов некоторые относятся к своим инструментом настолько по-душевному что никогда не смогут так поступить а я поступлю в общем-то судя из того что бритва китайская у меня есть один точно такой же китайский метод по издевательству над этой бритвой так как я наверное в общем у меня есть несколько точильных камней и камни эти все китайские китайские камни ну вообще отвечу сразу на вопрос зачем я это все делаю во первых мне самому очень интересно посмотреть что из этого получится а во вторых никто из вас наверное не будет этим заниматься потому что многие из вас трепетно относятся к своим девайсом если можно так сказать и вряд ли кто-то захочет шмурыгать их об китайские камни я всегда хотел нормальные водные камни чтобы точить ножи но посмотрев на цены я отказался от этого зайдя на алиэкспресс где-то году в семнадцатом я не нашел ни одного хорошего отзыва это были просто кирпичи но почему-то вот в двадцать первом году мне эта идея вернулась с новой силой я стал искать может быть что-то новенькое появилась еда появилась по нашлись камни с хорошими отзывами люди восторгались от их цены и качества что они действительно работают я решился несколько штук заказать на пробу и в принципе я на них уже неоднократно точил ножи до сомневаюсь что они имеют такое же там качество или близкое к японским камням но все же это уже не обычные вот эти оселки из продуктовых магазинов поэтому я решил наточить свою бритву именно на этих китайских камнях тем более почему бы не попробовать у меня есть камни тысяча три тысячи пять тысяч и десять тысяч в каком-то видео я видел что уже после десятитысячного камня люди правят бритву на ремне и бреются поэтому это для меня шанс испытать не только бритву не только свою там систему заточки так сказать ну именно механика рук имеется в виду а еще испытать и камни то есть хоть как-то ли соответствует это зернистость зернистости общепринятый но по ножу да по ножу я заметил что десяти тысяч на них реально мелкий и поэтому появилась у меня надежда что-то сделать с этой бритвой начал я заточку с тысячного камня ну чтобы все это подровнять подточить заодно проверить геометрию бритвы бритва кривая лезвие оказалось гнутым где-то вот в этой вот части здесь у меня минимальная про . оказалось то есть ширина режущей кромки самое минимальное но если я бритву переворачиваю как бы зеркально то здесь вижу что кромка выпуклая и здесь в этом прям промежутке бритва проточилась глубже но в принципе в принципе более-менее и мне показалось что у других ребят на ютубе лезвие прямо сверкает и блестит а у меня она все равно сохраняла какую-то матовость небольшую я нашел у себя в закромах вот такой вот брусок вот такой вот брусочек достаточно ровный и на обратную его сторону нанес по стугое я потом закончил это все дело на вот этой стороне кожаной кожи и потом закончил на гладкой стороне кожи принципе у меня получилось добиться кое-какой вот близкучести ну и собственно за . была завершена и мне стало интересно загубил ли я все-таки бритву вот для этого мне нужна была вторая половина лица и я пошел сразу же не отходя от кассы проверять свои ощущения от заточки и я вам хочу сказать вот на первых парах результат меня просто ошеломил то есть реально стало помягче реально стало получше особенно в районе усов это было заметно бритва стала выбривать чище и практически безболезненнее да она подтягивала но уже результат был так сказать улучшен но когда я попытался подбриться чуть-чуть потщательнее как бы добрить некоторые места я понял что в принципе и с этой заточкой я особо не хочу этого делать потому что ну какое-то скобление все равно по коже присутствует я не чувствую легкости в бритье и я решил остановиться так как как побрился в один проход можно так сказать то есть теперь у меня есть бритва которая хотя бы похоже на бритву отдаленно могу ли ей побриться да я и могу побриться то есть там скрипя зубами сердцем теряя последние волосы на усах но это возможно стоит ли брать эту бритв но в принципе если вы готовы найти нормального заточника который именно возьмется точить потому что многие отказывают заточки китайских бритв то вы можете попробовать полторы тысячи рублей она стоит она в принципе точится мне попалась чутка кривоватая но я думаю это можно будет вывести в других случаях на том же самом ю тубе я видел что ну ну по крайней мере так говорили сами люди которые ими брелись что клинок был ровный у них они успешно и затачивали и брились из этого видео истекает еще один вопрос пойдут ли китайские камни для заточки бритвы в принципе для подготовки я думаю пойдут но вам все равно потребуется дорогой хороший финишный камень я думаю так но к сожалению финишных камней еще на алиэкспрессе не заказывал поэтому не знаю можно ли там это все будет дело провернуть но тем не менее все равно вы их не выбросите будете точить свои кухонные ножи прям как я жалею ли я о всем этом конечно же нет денег я потратил немного но провел за то время с интересом с удовольствием повозился так сказать по мальчишечки бритва у меня останется для того чтобы с ней поэкспериментировать поиграться не знаю может я по ней постучу молотком в надежде выправить клинок или что-то еще придумаю но а камни естественно я вообще их покупал не для этой бритва для заточки ножей поэтому ко мне пригодятся как точат именно кухонные ножи мне понравилось но вот наверное все что я мог сказать по этому поводу хотелось бы поблагодарить вадима викторовича за вообще мотивацию к такому видео ответу да и естественно же за советы за помощь вы для нас для всех как бритвенный отец спасибо вам за все до свидания но я думаю теперь вы меня лучше понимаете в этом видео я увидел молодого человека живого с огоньком внутри с какими-то интересами с какими-то хочу хами с прямыми руками в конце концов который фиговой ситуации не растерялся постарался ее выправить и худо-бедно ему это получилось из говна из палок он с чего-то такое слепил что в принципе даже его побрило я был под впечатлением я был просто я вот так вот и все я офигевал я думал как такое возможно окажется возможно потом когда это уже маленечко устаканилось и устаканилось пена улеглась ребята мне так хорошо стало вот иногда сидишь по улице смотришь там на всяких оболтцев думаешь твою дивизию ну блин ну как молодые ребята вам а вот они они есть никуда они не делись и по одному какому-то утырку которого на улице увидели которому вовремя нет некому под затыльник отдать или под сраку пинка но ремнем ремнем ладно хорошо не надо всех судить не надо полно нормальных рукастых головастых замечательных людей и вот этим андрюх конечно меня подкупил просто но молодец молодец а посему если уж человек из говна и палок сумел слепить нечто то я думаю если у него будут какие-то предметы которые более годные бритью ему будет гораздо легче освоить то что ему интересно то чем он горит поэтому от лица канала от лица всех нас всех тех кто мне что-то дарил кто мне делал приятно от чего я прыгал как сайгак по этим стенам радовался когда приходило что-то интересное я хочу вот это вот все добрище отослать парню я сам люблю получать подарки но дарить люблю тоже я думаю вот это вот небольшое незамысловатое хозяйство для бритья парню будет впрок однозначно а посему давайте знакомиться первая ласточка которая хотел бы показать это бритва а к наша советская родимая любимая долгая и ждал наверно где-то месяца полтора-два купил я его андрея левченко и мой первоначальный заказ был нечто от из этой серии но ближе к моему году рождения вот вам по моему вот там по моему на один год не попали то ли 63 то ли 65 хотя не удивлюсь ли 64 года это бритва в оригинальном чехле я еще ни разу не брился понимаете сами что просто так с канала и и отпустить не могу поэтому всеми этими предметами в следующий раз мы побриемся и с легким сердцем все это отправлю андрею бритва великолепная бритва замечательной каждый раз когда люди полтора-два косаря несут на алиэкспресс я диву даюсь куда они смотрят потому что практически за те же самые деньги еще есть возможность ребята еще есть возможно скоро и не будет но сейчас она пока есть взять наше хорошее здесь у нас в россии для этого у нас есть все у нас есть михаил москве у нас есть сергей в новокузне в новосибирске прошу прощения и конечно же у нас есть андрей левченко на украине хлопцы вот оно счастье рядом почему вы проходите мимо я не знаю ссылки на андрея на сергея и на михаила в москве я оставлю в описании под видео и кому интересно конечно же проходите смотрите второе что хотел бы подарить андрею вернее отдать вечное пользование что дарена не дарят это вот этот вот замечательный тюрингиец которые стали выпускать за место с тех старых в германии это подарок от ярослава в германии камень замечательный камень не понравился я пытался его тут маленечко выровнять но я думаю обо всем этом я андрею не буду рассказывать так как он точит ножи и он сам поймет что нужно делать с этим камнем вот на этом камне я думаю что все его заточки будут гораздо гораздо интереснее и приятнее к сожалению это вот все что у меня осталось от упаковки но вот как есть вот так вот все это дело и отправлю из бритвенных следующее это замечательная бритва которая произведена на украине в днепропетровске по моему на заводе темп отсосит себя лишь добавил лезвие татара так как бритовка это достаточно агрессивная татара здесь будет как нельзя кстати это будет еще одна тэшка в паркинге андрея который поможет ему выбрится очень очень хорошо чтобы направить бритовку я хочу ему вот этот ремень от андрея левченко отдать пускай это не самый лучший мере ремень но это годный ремень как и все то что делает андрей левченко своими руками он специально подбирает кожу специально и выделывает специально с ней производит некие малипуляции конечно же это не выглядит как на каяма не по фурнитуре не по внешнему виду но ребята поверьте мне это хороший нормальный ремень начального уровня если потом последствии захотите что-то гораздо лучше за 100 200 300 500 1000 полторы тысячи баксов ну кто же вам запретить никто а вот с этого начать это очень 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 хороший вариант тем более что все кто начинает ремни как правило 90 процентов но не все процентов 90 как говорят умные люди свои ремни режут к чертовой матери так вот если не дай бог андрюха порежет вот этот ремень он всегда знает где взять еще один я уже думаю кто кто андрей то ему ремень за всегда сделает следующее чем бриться но конечно же пара наших экспериментальных веганских мыл я ими уже бриться не буду на следующий взор будет другое мыло я знаю что это хорошая знаю что это не подведет я думаю что андрей это будет как раз в кассу но чтобы было чем это намыливать пускай будет вот этот помазок выбрал этот специально вот за эту комбинацию за то как он так интересно симпатично сделан я думаю что если уж мне этот помазок умудрился настроение поднять то андрей то он поднимет всяко разно посмотрите какая массе пусть к лилипут к 24 калибра до 24 вот ну и завершающей композиции и обязательно доложилось и он даже view классика или ментол ну на лето наверно все-таки ментол как сами понимаете вот это все без хорошего фташеева наверно было бы не завершёнкой так вот обязательно будет вот эта пузыря в очка и от всей души надеюсь что у андрея все получится и пойдет еще больше в гору и прийти ему будет доставлять еще больше удовольствия поехали дальше пускай это не дорого-богато пускай это простенько но чистенько пускай это самое обыкновенное хорошее мыло пускай это самый обыкновенный ремень начального уровня пускай это сланец конечно самый обыкновенный но все-таки но пускай это самая обыкновенная бритва самая обыкновенная тэшка лосьон но ребята прежде чем ломиться куда-то за бугор но посмотрите к вашим услугам андрей левченко украина михаил москва сергей новосибирск еще многие многие другие которых я сейчас не назвал на всех этих людей вы сможете найти ссылки в описании под видео чем за бугор нести полтора два три косаря придите к этим людям и скажите мне нужно что-то такое что-то такое чтобы год набрил и чтобы мне не было стыдно за этот инструмент ребята вот за этот инструмент никогда не может быть стыдно я очень благодарен андрею что он не свое время подобрал эту бритву кстати да кто не знает андрей работает режиме поиска то есть режиме охотник вы обращаетесь к нему и говорить вот андрей у меня есть такая хочу ха найди мне пожалуйста и он может это сделать на меня он эту бритву искал по моему где-то месяц полтора нашел это что ее купил ни капли не жалея только что и побрился и ребята андрюхе будет весело это не титан поверьте мне это я ведро титанов два ведра титанов на одну вот такую бы не променял бы от слова совсем ну на этом разрешите попрощаться тем более меня он уже там теребонят добра и счастья и радости берегите себя берегите своих близких а его богу здоровья пускай он всегда всегда все будет хорошо пока пока подписывайтесь на канал и я вас да да я вас внимательно обзор пишут опять в обзор попал тебя или обзор хорошо а